Изначально встреча должна была состояться в отремонтированном местном клубе, но разговор с селянами пришлось провести в коридоре школы. Как выяснил на месте глава города, сроки ремонта клуба затянулись и бюджетные средства в полном объеме еще не освоены. Завтра ко мне начальник управления, вы, она, тут же не надо, но разберемся по ситуации, потому что я не могу еще раз говорить. Вот что бы я ни хотел сделать, если у нас везде будет такое отношение к делу, то мы ничего не сделаем. Сельская школа тоже требует принятия кардинальных решений. Детей с каждым годом становится больше, а дополнительных классов нет. Но школа растет, детей прибавляется. В этом году у нас в учебном мы три первых класса набрали, на следующий год у нас тоже будет не меньше, чем три класса. Естественно, у нас занятия проходят две смены, что очень сложно для нашей местности. У нас нет спортивного зала, у нас нет актового зала. Нам бы хотелось попросить, чтобы какую-то программу нас включили для строительства второй очереди нашей школы. Глава города взял вопрос под свой личный контроль. Конечно, одной спортплощадки около школы недостаточно, хотя и она никогда не пустует. Сюда приходит играть мальчишки даже из ближних сел. Ребятам нужен и крытый спортзал, да и сельский клуб должен использоваться по назначению, отметил глава курорта. Если нет в школе актового зала, почему не проводить все общешкольные мероприятия в клубе? Просили люди также решить вопрос водоснабжения и освещения небольшого участка на окраине села. У меня вопрос по уличному освещению. Улица Корчаке, она. Три лампочки горят, дальше клубы стоят и ни одна не горит. Анатолий Пахомов незамедлительно дал поручение в вопросах электроэнергии навести порядок. В свою очередь глава города попросил людей серьезно отнестись к проблеме канализования села. Город этой темой занимается уже три года. И от своевременной установки лоса в домах зависит экология курорта. Я почему строго к этому отношусь? Потому что на самом деле это здоровье. И хотите, либо не хотите, вам надо будет в обязательном порядке это сделать. И буквально завтра комиссия с водоканалом, с Игорем Николаевичем, под его руководством, это уже требование мое. Не совместители ваши, не ваш глава, который обманывает, а вы лично пойдете по каждому двору и мне потом информацию принесете четкую, которую я прошу. В селе проживает более двух тысяч человек. Первые поселенцы тут появились 150 лет тому назад, переселяются из мегаполисов и сейчас. Людей привлекает созданная инфраструктура. Очень нам повезло, что Олимпиада была в городе и по олимпийской программе. Дорога в прекрасном состоянии, село все полностью газифицированное, электроснабжение улучшили. Такие исходы граждан, по мнению главы города, необходимы. Все болевые точки села удается обсудить с людьми и принять определенные решения. Одно уже принято. Ремонт в клубе будет закончен до 1 апреля.